Здравствуйте, уважаемые участники! Мы начинаем конференцию. Модератор отключил сейчас микрофоны на время презентации. В любой момент презентации вы можете написать возникающие вопросы в чат, модератор их будет добавлять список на обсуждение и после выступления будем их разбирать. Я передаю слово нашему спикеру Игнатьеву Алексею Николаевичу. Он будет презентовать услугу отсортинга разработки ПО. Итак, друзья, всех приветствую. Спасибо большое за то, что уделили время для конференции. Для начала несколько слов о схеме аутсорсинга и ее актуальности в современном мире. Мы, Россия и весь мир в настоящий момент выходят из некой паузы, в которой мы находились весь 2020 год, конец 2019. Наша компания, на мой взгляд, потратила это время с пользой. Мы оптимизировали большое количество внутренних процессов, IT-системы и довели наши продукты до большей степени стабильности и коммерческого использования. Сейчас я говорю за новые продукты. Это операционная система ФАССИ с пятого поколения и ПО ОВЕН. Аутсорсинг в нашем мире – это не новое явление. Аутсорсинг юридических услуг, бухгалтерских услуг стал уже неким таким стандартом, когда компании передают какую-то часть работы своей на профессиональную поддержку подрядчикам. Я, как инженер и специалист, считаю, что это правильная схема, потому что мы в обычной жизни… Эта схема никогда не приводит к тому, что сокращают людей и отдают работу кому-то. Как правило, нам очень нужны сотрудники, мы все ими дорожим нашим штатам. Поэтому, когда мы подключаем аутсорсеров, на практике мы передаем какую-то рутину на внешнее исполнение, а наши специалисты становятся более свободными, легче вздыхают и начинают двигаться к тем целям и задачам, которые мы постоянно откладывали из-за этой рутины. Поэтому я, как инженер и как руководитель аутсорсинг очень люблю. И в данной презентации мы бы хотели рассказать про нашу идею аутсорсинга, разработки и поддержки ПО для производителей устройств самообслуживания. Почему сейчас? Почему я считаю, что это актуально? Мир выходит из кризиса. В связи с коронавирусом системы самообслуживания стали неким мейнстримом, потому что первые данные о причинах заражения показали, что бытовой путь заражения случается меньше, чем в 10 процентах. Я про коронавирус. И в основном люди заражаются контактно от человека к человеку. Поэтому системы самообслуживания развивались и до этого, и в связи с коронавирусом сейчас будут развиваться еще более активно. Мы увидим новые сферы, мы увидим активность в существующих сферах, поэтому важно найти ту модель, которая позволит нам двигаться как можно быстрее. Итак, поехали. Какие непрофильные задачи возникают у производителей системы самообслуживания и информирования? Одна из таких задач — это переговоры с клиентами по доработке ПО. Как правило, когда обращается клиент, он выкатывает целый спектр своих хотелок, и большинство из них связаны не с внешним видом какого-то киоска или тобой, а именно с функционалом ПО. И производители очень часто тратят большое количество времени и ресурса на то, чтобы эти задачи решать. Приобретение необходимых лицензий либо принятие рисков нелицензионного ПО также в обычной жизни присутствует, так как когда мы делаем какое-то устройство, тогда нужна операционная система. Если это Windows, туда нужны какие-то антивирусные защитные средства, драйверы и так далее. Это требуется покупать, и плавно переходим к следующему пункту — устанавливать и настраивать на киосках. В России, возможно, это еще не стало проблемой, потому что мы только подходим к массовой автоматизации с помощью устройства самобслужащих. Но в Европе, когда есть пивные киоски, на всех выставках различные, то есть там киоски проникли уже во все сферы, и есть масштабы, есть массовость производства, и на каждую единицу техники потратить там три часа работы специалиста — для Европы это очень дорого, с техними еще и зарплатами. Поэтому наша страна будет также постепенно двигаться к тому, что ценность человеческого труда будет возрастать, и это важный фактор. Немаловажный фактор — доработка поддержки нового оборудования. Сейчас мы живем во время, когда очень быстро Китай что-то новое делает, выбрасывает на рынок, это приобретается. Не так давно в киоски ставили прям системные блоки, сейчас стандартом стали мини-PC, допустим, и эти все устройства строятся на довольно-таки новых чипах. При производстве для того, чтобы свободно покупать то, что дешевле, эффективнее и современное, необходимо своевременно дорабатывать его поддержку, и с этой проблемой тоже все сталкиваются. И интеграция с информационными системами. Если у производителя киосков хотят купить киоски на заправке, их нужно интегрировать с системой учета этих заправок, что тоже вызывает некие вопросы и отвлекает производителей от основной задачи производства и поставки оборудования. Что мы предлагаем? Мы предлагаем разделить работу. То, что я сейчас перечислил, все непрофильные задачи, передать нам, как IT-компании, на аутсорсинг. Мы с этим справляемся хорошо. Это наш профиль. И при этом всем освободить время для развития и движения вперед. Самим сконцентрироваться на развитии. Итак, что это даст в перспективе производителю оборудования? В первую очередь, это сокращение расходов, которые нес производитель в связи с выполнением вот этих непрофильных задач в 3-5 раз. Мы делаем их быстрее, качественнее, потому что уже профессионалы в своей сфере. И дешевле, соответственно. Получается неплохое снижение себестоимости производства, так как и человеческий труд уходит. Оборудование в связи с нашими технологиями не нужно уже настраивать. Не требуется покупать дополнительные лицензии, и мы снижаем стоимость продукции, что, естественно, выводит производителя, немножко выделяет на конкурентном рынке. Расширение рынка с бета-продукцией. Важное преимущество как раз в современном мире, когда киоски идут в различные сферы, новые сферы. Софт Ovent, который мы предлагаем на аутсорсинг, он построен специально для всех сфер. То есть это некое пластилиновое решение, позволяющее его мимикрировать под любые задачи. Поэтому, если производитель раньше концентрировался на нескольких видах, линейках продукции, на которые у него уже понятны есть софт, партнеры и так далее, то сотрудничество в данном случае расширяет возможности производителя. Повышение качества продукции, технологии, которые мы применяем, встраиваемые ПО и операционная система в одном флаконе. Это немножко похоже на современные телефоны на базе Android либо iPhone, когда операционная система прозрачно запускает управляющие приложения. Соответственно, стабильность работы таких устройств выше, чем устройства, созданные на пользовательских операционных системах на Windows либо на Linux. Ну и важно, результирующее всего – это освобождение времени на развитие. То есть когда производитель знает, что его партнер возьмет на себя все переговоры с клиентом, какие-то сложные моменты, он может спокойно давить на газ и привлекать новых клиентов, понимая, что сделки будут реализовываться проще и быстрее, и репутация от этого не пострадает, если там будут какие-то возможные задержки. Стоимость услуг аутсорсинга. Что мы предлагаем? Значит, три варианта тарифов. Тариф минимальный, он бесплатный, при котором мы заключаем договор с партнером, по которому передаем лицензии на наши технологии, но при этом сами своего времени на его поддержку не тратим, контактирует с клиентами сам и не получает основные преимущества аутсорсинга. Мы передаем лицензии на ПО и поддерживаем, обновляем его и устраняем какие-то ошибки в дальнейшем, опускаем новые версии. Тариф стандартный. Значит, стоимость была взята втрое дешевле, чем стоимость одного штатного разработчика на рынке. 25 тысяч рублей в месяц. За эту стоимость мы берем на себя все коммуникации с клиентами партнера, то есть, когда клиент начинает задавать вопросы по ПО, его стыкуют с нашими специалистами, они все решают. Также добавление двух интерфейсов в месяц и интеграция двух шлюзов, если это некие информационные системы. Разработка одного драйвера дополнительного на устройство в месяц, оперативное устранение проблем, анализ, контроль версий нашим операторским центром, взаимодействие с непосредственными пользователями оборудования для того, чтобы версии всегда были актуальны. Значит, и тариф расширенный. Здесь все те же самые моменты, только в больших объемах для более крупных поставщиков, когда им требуется больше доработок, больше интерфейсов каких-то и так далее. То есть, там два, там пять. Важный момент. Тарифы не отменяют дополнительные работы. Если требуется реализовать что-то сложное для клиента, и клиент за это платит, соответственно, можно это рассматривать все как дополнительное по норме часа. Так, идем далее. Возможности технологий. Универсальное ПО ОВЕНТ, топовые его возможности, оно единое для разных типов устройств. То есть, единые кабинеты. И там вы видите киоски самообслуживания, электронные очереди, электрозаправки. То есть, разные типы устройств совершенно соединены, получается, в единую инфраструктуру. Автоматическое определение оборудования. Драйвера идут в комплекте с ПО. Не требуется ничего дополнительного настраивать. Софт детектит все при первом запуске. Автоматическое восстановление устройства. Средства автоматизации внутри операционной системы ПО сделаны таким образом, чтобы устранять все штатные какие-то там болезни и ошибки некоторых устройств в автоматическом режиме, тем самым снижая потребность в выездах техника на место и, естественно, расходы на поддержку сети киосков. И полное удаленное управление. Также эта концепция выглядит так. Мы стараемся сделать возможность удаленного управления максимального количества функций. Только там, допустим, настройку связи мы, естественно, оставляем локально, потому что если удаленно начнут крутить связь, связь может потеряться и киоск потеряется. То есть, а так все основные функции мы выносим на удаленное управление. Это такая наша модель разработки. Операционная система позволяет запускать устройство в работу за 15 минут. То есть, маленькая, компактная, безопасная операционная система. Сейчас мы говорим о пятом поколении ОС подсис. То есть, четыре раза она была переделана. И на пятый раз мы имеем то, что сейчас реализовали, собрали все лучшее и сделали серию доработок. В двух словах скажу. В пятой операционной системе мы реализовали все максимально юзер-пендли. Чьется она с любой операционной системой обычным ИСО-образом. Клонировать ее можно на любой киоск этим же киоском. То есть, можно ее установить, загрузив киоск с USB-флешки, установить на внутренний жесткий диск, потом вставить пустую флешку в этот же киоск и с жесткого диска ее перенести уже на пустую флешку. То есть, ее можно копированием распространять, передавать. То есть, достаточно для запуска киоска в технику дать один USB-накопитель с системой, с помощью которого он переведет на операционную систему FastSystem. Работает на любых флеш-накопителях и жестких дисках система. Новая операционная система имеет технологию прямых сегментарных бинарных обновлений. Такое сложное название. Бинарные обновления – это значит, что они скачивают только необходимую разницу, экономя трафик. А в новой системе можно еще обновиться сразу напрямую с версии, допустим, шестой на десятую. То есть, киоск имеет еще возможность обновления прямых плечей, так называемых. Что еще быстро? В предыдущей версии у нас по шагу вошел. Шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. И десять раз перегружался киоск. Сейчас система может напрямую устанавливать сразу последнюю версию обновлений. И пять степеней криптозащиты. Система довольно-таки безопасная. В современном мире это актуально. Многие слышали последний нашумевший сбой, когда хакеры взломали сеть почтоматов и открыли по всей стране дверцы на них. Огромное количество посылок было украдено. Подпортили репутацию, естественно. Поэтому безопасность в современном мире имеет нарастающую потребность. И мы здесь стараемся всегда следовать трендам. Итак, какие типы устройств поддерживаются нашими технологиями? Быстро пробегаю. Киоск самообслуживания а-ля Макдональдс очень актуально в сфере общепита. Постепенно внедряется, следуя за такими-то мировыми лидерами. Электронная очередь тоже стала давно популярным в нашей стране. Да и по нему в целом. Билетные терминалы постепенно начинают внедряться. Информационные панели давно в торговых центрах. Заправочные станции, как тренд автоматизации заправочных станций, тоже постепенно входят в обиход наш. Рекламный таблоид. Это любые таблоиды в аэропортах, на улицах. То есть, по сути, это экран без сенсорного киоска с моноблоком. То есть, это как часть киоска получается. Поэтому они тоже тут у нас в этом киесе находятся. Паркоматы набирают актуальность. Информационные киоски тоже уже давно актуальны. Старые платежные терминалы также поддерживаются. Интерактивные столы. Постоматы активно расширяются. Вот как раз проблемы безопасности для них очень актуальны. Весь вендинг. Различные киоски. Здесь тоже, если посмотреть на сайте киоск софт, большое количество новых различных идей. Там и пиццу делают, аппараты, и сэндвичи продаются. Довольно-таки большое количество новых каких-то трендов появляется. Банкоматы. В нашей стране в связи с политическими событиями идет переход, уход с Windows. И наша технология позволяет банкам сделать так, чтобы они быстро, бесшовно перешли на российские технологии. И ПО ОУВЕНТ, и ОС ФАССИС включили в реестр российского управления. К слову. Ну и зарядные станции. Новая тема для того, чтобы переходить на экологически чистый транспорт. Зарядные станции имеют разные исполнения. И более дорогие, и более популярные. Они имеют небольшие экраны. Соответственно, ПО ОУВЕНТ там также отлично становится и может использоваться. Так. Все устройства управляются удаленно из единых кабинетов. Здесь есть две возможности. Для России обычно мы используем централизованный кластерный процессинговый центр системы SkySend. Туда мы подключаем киоски. И он как бы шарится на большое количество клиентов. Оттуда можно смотреть статистику, отчеты, регистрировать новые киоски, управлять ими, делать все необходимые операции. Вот несколько примеров интерфейсов ПО ОУВЕНТ, которые у нас на практике работают. Первый – это стандартный интерфейс, который мы применяем, если ничего не настроено. Но говорится по умолчанию. Интерфейс мои документы. Умная ЖКХ – очень интересная сфера. Мне кажется, в ближайшие пару лет она станет довольно-таки популярна. ЖКХ часто лоббируется на федеральном уровне реформы. Значит, интерфейс заказа товаров. Интерфейс ГИБДД различных госуслуг. Ну и интерфейсы салонов связи, как пример, когда, допустим, МТС устанавливает собственные киоски. Настройка интерфейсов – важный момент. Конфигурирование происходит из центральной системы, из кабинетов. Ну вот тут парочка скрисшотов, как это примерно выглядит. То есть загружаются туда порезанные элементы графики. И идет настройка, то есть компоновка этого интерфейса. Примерно занимает создание интерфейса примерно где-то там 3-4 часа времени под ключ. И у вас новый вид киоска. Пять степеней криптозащиты, о которых я говорил. О чем идет речь? Что за пять степеней? Значит, шифруются сами образы ПО. Шифруются хранимые данные киоска. То есть если взять эту флешку, снять, человек не сможет скопировать эти данные изнутри. Криптографическая привязка к устройствам. Система не запустится на другом киоске. Шифрование, компиляция ядра системы с ключами. И шифрование передаваемых данных по открытым каналам связи. То есть вот эти пять степеней криптозащиты обеспечивают приемлемый, скажем так, уровень надежности. Как начать сотрудничество? Как это все работает, если эта схема, эта идея будет вам интересна? Регистрируемся на сайте ОВЕН, подписываем договор. По умолчанию идет бесплатный тариф. Дальше человек уже решает, если он хочет, чтобы часть работ выполняли мы, он может, получается, перейти на платный тариф. И третий момент. Скачиваем и устанавливаем ПО. Вот здесь указан адрес FTP.ESG.DEV. Это новый FTP-сервер компании, он публичный и он центральный. То есть теперь это основное и центральное хранилище всех данных, софта, каких-то там наработок и технологий, которые генерирует наша компания. Оттуда же киоски и качают свои новые обновления. Туда же выкладываются обновления, туда же выкладываются последние ISO-образы с версией ПО. И там есть весь необходимый софт и утилиты для того, чтобы его установить и работать с ним. Преимущества работы с нашей группой. Первое. Безопасно. В этом году, 15 мая, нашей компании будет 15 лет уже, немаленькие. За это время заработали себе надежную, хорошую репутацию, чем мы очень дорожим. И в этом плане, когда репутация, чья-то репутация дороже каких-то ценностей, это создает некую безопасность для партнера. Быстро, круглосуточная поддержка. Стараемся использовать самые новые технологии. Поэтому, как правило, даже если у нас чего-то поддержки нет, на практике еще никогда не было такого, чтобы какие-то издержки на стороне, контактные на стороне партнеров, пока идут переговоры по доработке неких функций, мы уже быстро их реализовываем. Поэтому, работая с нами, можно быстро двигаться, если требуется реализовать какой-то проект более-менее оперативный. И выгодно, мы трезво подходим к ценам. Наша задача не бизнес, наша задача развития. Я, как специалист и как инженер, считаю, что мы занимаемся важным делом в современном мире. Системы самообслуживания и системы информирования – это лицо городов. Это первая волна автоматизации. То есть, когда люди говорят, что в будущем там роботы все заменят, вот роботы, которые в первую очередь будут внедряться – это системы самообслуживания. То есть, это социально значимо, это современно, это меняет облик городов. И я думаю, что здесь нам нужно подходить именно ценностно. То есть, мы от своей работы кайфуем и этим гордимся. Три варианта сотрудничества, которые есть, куда можно развиваться дальше. Первое – это аутсорсинг, который я вам сейчас презентовал. Второй вариант – можно еще дополнительно заключить договор представительства нашей системы и технологий и получать до 30% вознаграждения от реализуемых каких-то кейсов. Если кто-то захочет, допустим, в страну продать процессинговый комплекс отдельный, либо под какой-то сектор большой, там продаются лицензии, идет внедрение, это стоит больших денег и тут уже идет совместная работа. И третий уровень – это дистрибьютор. Это если партнер хочет получить эксклюзивность на определенные регионы, либо страны, такая схема у нас тоже есть, и она возможна. Все, друзья, большое спасибо вам за внимание. Я хотел бы, чтобы эта презентация в первую очередь стала неким толчком для того, чтобы мы совместно начали диалог и начали обсуждать и думать, как лучше. Потому что тема эта новая, аутсорксинг ПО, разработки поддержки ПО для систем самообслуживания особо в мире не развит. И наша задача – вести открытый диалог. Что нужно, что интересно, что неинтересно, что понадобится. Ну и давайте как раз сейчас на эту тему поговорим. А я передаю слово Ольге Константиновне Беляевой. Оль, принимай. Уважаемые участники, закончился доклад. Сейчас переходим к обсуждению вопросов, которые были во время презентации. Для тех, кто опоздал, я скинула ссылку на презентацию, чтобы пробежались. Возможно, в процессе обсуждения возникнут вопросы. И у нас вопрос был единственный пока в чате, с кем мы работаем по фискализации платежей. Добрый день, коллеги. Да, да, здрасте. Я так понимаю, что все идет на оплатах, на терминалах самообслуживания. И в любом случае идет также прием средств, как наличные, так и банки платежей. Поэтому вопрос, с кем вы работаете по фискализации платежей и как. То есть некая специфика. Но всегда же удобно, когда у вас стоит 50 терминалов, и они работают все с одной кассой. Ой, давай я объясню. Да, друзья, смотрите, у нас в таком случае есть система единого фискальника, как мы ее называем. То есть эта технология выросла еще с того момента, когда, помните, еще не онлайн-кассы были, а когда начали внедрять единый фискальный регистратор, мы чуть ее доработали. И да, сейчас вы можете к нашему комплексу подключить 50 киосков, и они будут работать через единый онлайн-касс. А эта касса, она где стоит, у кого-то она стоит, либо она… Где-то у вас стоит, да, в вашем… То есть там указывается прямо IP-адрес вашего там офиса, значит, и через вопрос порта она проводит чеки. Все хорошо, спасибо. Следующий вопрос у нас был от пользователя Глебов по интеграции с товароучетными системами. Ну, в принципе, интерес на ваш вариант с киосками самообслуживания и вопросы по ним. То есть есть ли какая-то интеграция уже с товароучетными системами, которые в родичной торговле используются? К сожалению, пока на практике еще интеграции мы не делали таких. То есть мы сделали только несколько наработок самому интерфейсу товароучетных систем. То есть в ПО есть модуль, который реализует логику, ну, как бы интернет-корзины, да, получение информации о товаре, добавление его в корзину, формирование, оплата, то есть штучный модуль такой. Мы тестировали его в Краснодаре в свое время с ProSushi, по-моему, сетью ресторанов продавали, значит, клиенты набивали различные функции и добавляли туда интеграцию через YAML-язык. То есть это была такая офлайн интеграция, получается. Они выгружали, значит, остатки и справочники в систему, а потом отражали к себе. Но в онлайне пока что еще никаких интеграций не происходило, но наша компания имеет довольно-таки богатый опыт интеграции, поэтому, как правило, на практике это выглядит так. Мы берем самый близкий какой-то шлюз к некой информационной системе, смотрим по документации API, копируем его, делаем примерно 30% доработок и готово. В общем, ответ такой. На практике мы еще не интегрировались ни с одним софтом для киосков самообслуживания, но займет это где-то там в среднем две недели. Можно тогда еще добавить вопрос, если вы собираетесь идти в сторону розничной торговли, планируется ли подключение, скажем, весовых платформ, потому что сейчас там киоски самообслуживания, они с весом идут, работа с ЕГАИСом, с маркированным товаром, то есть там вопросов-то достаточно много. Давай я тоже отвечу. Смотрите, в сферу касс самообслуживания пока мы не планировали идти, там как раз все эти элементы находятся, да, и весы, и какие-то там дополнительные вещи, только в случае, если это будет какой-то там отдельный кейс, и за него дорого заплатят, мы можем сделать эту доработку. Но сами по себе мы туда не двигаемся, я объясню почему. Как инженеры мы видим, что кассы самообслуживания, но это очень сложный комплекс с огромным количеством коллизий, штатных ошибок, то есть многие из нас пользовались кассами самообслуживания, там чуть-чуть отклонился от алгоритма, требуется, сразу подходит эта девочка с этой специальной картой, значит активирует, там вбрасывает какую-то защиту, там, то есть работает это, довольно-таки коряво, работает довольно-таки ненадежно, и учитывая то, что в современном мире развитие идет довольно-таки быстро, я думаю, что кассы самообслуживания проживут еще года три и придут магазины в стиле Amazon Go, магазины в стиле Amazon Go, которые просто-напросто с помощью видеоаналитики анализируют какой товар, там, берет клиент, покупатель, да, и в таком случае нам достаточно каких-то стоек для коммуникации, с человеком, может быть, там его зарегистрировать или посмотреть баланс в этом магазине, и поддержка уже весов, и таких штук уже не потребуется на практике, поэтому сами мы туда идти не планировали пока. Следующий вопрос у нас был по порядку подписания договора аутсорсинга, с кем он, с каким участником он подписывается. Заключение договора аутсорсинга идет именно с производителем. Киосков самообслуживания мы выступаем вам как подрядчик в решении вопросов с клиентами, и если клиент дальше будет работать каким-то вопросом транзакции, онлайн интеграции, с ним точно так же заключается еще один договор, и он подключается к системе. То есть, грубо говоря, разработка самого ПО с вашей стороны происходит под ТЗ клиента, да, с учетом всех необходимых там потребностей, да, с точки зрения заказчика, но договор как бы идет через нас. Да. Поддержка и обсуждение этих вещей. Поддержка напрямую, то есть мы выступаем как будто ваш сотрудник в данном случае, наш специалист. Все понял, да, вот мне в принципе в этом понятно. И еще такой момент, за 20-й год мы усовершенствовали внутреннюю нашу систему, в частности внедрили шифрованную связь между всеми партнерами ЭЦП, поэтому все подписание, все коммуникации происходят в электронном виде благодаря выдаче сертификата партнера в момент подписания договора. Вопросов в чате не осталось? Тогда заканчиваем конференцию. Всем большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что мы сделали необходимый толчок для того, чтобы мы все увидели этот некий путь развития в посткризисное время. И я буду рад увидеть каждого из вас в числе наших партнеров. Будем стараться завоевать ваше доверие. Спасибо большое, друзья. Всем счастливо. Спасибо.